За 8 месяцев 2021 года уже выдано более 61 тысячи разрешения. Это уже на 93% больше, чем за весь 2020 год. Данные цифры подтверждают, что введение транспортного налога было верным. Вы сами можете наблюдать по очередям на диагностических станциях. Правильным решением отвязать дорожный сбор от техосмотра считают и сами водители. Это лучше, чем было, но для чиновников у них есть еще более выгодное предложение – включить сумму транспортного налога в стоимость бензина. Такую мысль единодушно высказали 100% опрошенных. Я считаю, что это сделано правильно. Все должно налог входить в бензин, а не в техосмотр. Потому что я, бывает, у меня зимой машина стоит, вообще не езжу зимой. Из чего я должен платить за дороги? Это правильное решение. Отвязали техосмотр, значит, человек хочет, проходит, хочет, не проходит. Это его личное решение. А техосмотр – это хорошее дело. Это безопасность наша. Вполне, в принципе, устраивает, что у каждого пользователя есть своя машина, и он за нее, соответственно, платит. Проходит на техосмотр, не проходит. Все равно машина у него, по факту, существует. Необходимо вообще эту сумму в бензин включить и забыть. Все вернуть, как лет 10 назад. Это будет проще. Кто много ездит, тот много платит. Но если так не получается, то, конечно, 60 рублей – это приемлемая цена за налог. А вот здесь требуется уточнение. Для физических лиц, которые владеют легковыми автомобилями, разрешенные массой до полутора тонн, сумма транспортного налога в год составит 61 белорусский рубль. Для авто свыше полутора, но не более 1,75 тонн, эта сумма составит 81 белорусский рубль. Мотоцикл обойдется дешевле – всего 41 белорусский рубль. И столько же необходимо будет нести за прицеп разрешенной массой не более 0,75 тонн. Срок оплаты транспортного налога 15 ноября года, следующего за истекшим. Однако 2021 год является переходным для его взымания, а потому имеет некоторые особенности. Так, в 2021 году физическим лицам, не получившим по состоянию на 1 января 2021 года в установленном порядке разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении с уплатой государственной пошлины за его выдачу, извещения на уплату авансового платежа по транспортному налогу будут направлены налоговыми органами в срок не позднее 1 ноября 2021 года по почте либо размещены в личном кабинете плательщика. Плату авансового платежа в размере одной базовой величины, а в отношении прицепа, прицепа дачи и мотоцикла в размере 20 рублей за каждый объект налогообложения необходимо произвести в срок не позднее 15 декабря 2021 года. Оставшуюся часть транспортного налога в виде доплаты упомянутые физические лица, обязаны произвести за 2021 год не позднее 15 ноября 2022 года. В инспекции по налогам и сборам Ленинского района акцентируют, что ставка транспортного налога уменьшается на 50% для транспортных средств ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов первой или второй групп, лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста или имеющих право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста. 25% льготу могут получить также инвалиды третьей группы. Для снижения ставки транспортного налога у вышеуказанных категорий лиц должно быть действительное водительское удостоверение соответствующей категории.